У меня вопрос, как мог быть запрещен? Разрушена полностью наша цепочка поставок. Мы не имеем возможности получить другие оплаченные вагоны. Мы не имеем возможности заказать новое топливо. Вот максимум, что мы можем сделать, открыть все наши АЗС на 10 дней и опять их закрыть. Министерство экономики не то, чтобы нас не предупредило о возможности выхода такого постановления, чтобы мы хоть как-то могли подготовиться. Более того, они от нас узнали, что существует какое-то препятствие для нашей дальнейшей работы, для элементарного пропуска наших вагонов, которые застряли на границе. У нас там чиновники часто говорят, и президент недавно говорил о том, что безработица в стране высокая, чуть ли не 70 тысяч людей в стране безработные. Ну вот, с завтрашнего дня или через неделю 500 человек еще выйдут на улицу и останутся без работы. Абхазская сторона категорически не согласна с теми условиями, которые сегодня созданы. И президент, и премьер-министр глубоко погружены в этот вопрос и занимаются. Официально документы, принятые 16 декабря 2023 года и принятые 22 января 2024 года, мы не видели. По информации наших коллег, данный документ носит статус для служебного пользования. Люди принимают соглашения, не согласовывая с вами. Зачем все правительственные соглашения были бы нужны нашей стране, если вот так можно сегодня по бензину, завтра еще по какому-то вопросу? Но вы поставили хотя бы этот вопрос? Это нарушение прав абхазской стороны каким-то образом можно? Я не могу сейчас комментировать. Конечно, не можете. Я не могу сейчас это комментировать. Ничего, что касается этих вопросов, вы не можете комментировать. Вы позвонили, сказали, вы направили какую-то ноту по международным каналам. Вы спросили вообще, по какому праву правительство России принимает решение, а не согласовывая. Может, все-таки они были согласованы с абхазским правительством? Мы разбираемся. 24-го числа РИА Новости, 24 декабря уже писала об этом. Правительство Абхазии не знало об этом? Абсурдная совершенно ситуация, сюрреалистичная. Мы независимое государство? Вы не знаете или зависимое уже? Не зависимое. Мы уже вошли в состав России или еще какие-то у нас? Нет, не вошли еще? Ну, хорошо, спасибо. Ну, будут разговаривать, будут переговоры. Дальше будет видно. Бизнес-басабло. Больше, наверное, Хавайи и Рая.